Привет. Привет. Ты с какой страны, с какого города? Города Новосибирск, Россия. Я из Литвы. Ага. Каунас? Да. Я только Вильнюс. Там отображается город, да? Ну, у меня в Prime просто подписка, да? Отображается из вот там. А, ясно. А ты знаешь Вильнюс, да, город? Солица. Я там был даже. Да? Когда ты был? Очень давно, в году. В 18-м или 19-м. Путешествовать приезжал? Нет, на соревнованиях. А на какие? Футболы? На плаванию. А, плаванию? Да, международные, типа. Вот так вот. Какое-то место занял? Третье мы заняли. Молодец. Спасибо. А ты в Литве всю жизнь живешь? Нет, я здесь последние пять лет живу. А откуда сама? Сама из Казахстана. Как тебе в Литве вообще? Мне нравится здесь, здорово. А русофобии нет? Типа вот за русский язык? Нет, я вот на русском разговариваю, мне ничего не делают за это. И русских там не любят, слышал? Ну, ты казахская. Нет, я русская. А, русских там не любят? Ну, почему? Смотря какой ты человек, смотрят не национальность, как ты себя ведешь, какой ты человек, какие у тебя взгляды. На это смотрят. Понял. Ну, не, конечно, как в Турции, как с немцами деремся, а вот. Ну, как нормально. Просто приехал вот жить. На равных со всеми. Так вообще нормально, да? Ну, да, хорошо все. Понял. А где ты узнал про русофобию вообще? Где ты это услышал? В Эстонии она есть и в Латвии. А это ты где-то прочитал или тебе люди говорили? Прям люди, прям эстонцы и латыши. Здесь в чат-рулетке? И не только. А где еще? У меня, в принципе, родственники живут в Таллине. А, да. И они говорят, что там русофобия? Ну, да. А они русские? Да. А там уже в Таллине, знаешь, там вот 400 тысяч, там 200 русских и 200 эстонцев. Ну, там все равно есть такая фигня. А в чем проявляется русофобия? Они тебе рассказывали, что там происходит? Типа у них история такая, что их оккупировал Советский Союз, там вот русский язык заставляли учить. Мне тут эстонец, кстати, адекватный эстонец, он не русофоб, я удивился. Рассказал, что все испортила тогда наша революция. А так все было хорошо до этого. Но вот твои родственники, которые рассказывают, что в Эстонии русофобия, они не хотят возвращаться в Россию? Блин, знаешь, вот их там сослали во время Союза туда. И там они вот жили во время Союза, вот, ну, лет 15. На Фриспик там дом. А в Россию они просто ездят. Нет, я имею в виду, если вот они говорят, что там русофобия, им там опасно находиться. Не, не опасно. Это Эстония, не Украина. Там более-менее прилично. Там есть порядок. Ну, значит, все-таки, может, и нет русофобии, раз можно там жить. Нет, русских-то не любят, это понятно. В принципе, можно в интернете прочитать. Нет, просто понимаешь, я вот сама русская, и как бы люди ко мне относятся не по моей национальности, да, а просто общаются со мной и узнают мои взгляды, какой я человек, и только после этого делают выводы. Ну, так и надо. Ну, вот, как бы. Поэтому, как бы, мне, знаешь, не верится, что всех под одну гребенку гребут, и все. Ну, в Эстонии есть такая фигня, вот в Латвии, вот тут, с чего он тоже из Латвии общался, он говорит, ну, типа, есть такие, кто не любит есть, но в Латвии больше русских, чем в Латыши, и поэтому не так все печально. Ясно. А сам ты, когда был в Литве здесь, вот, в Вильнюсе, на соревнованиях, ты гулял по городу, куда-то ездил? Как тебе сказать, у нас была гостишка, бассейн и столовка, все, и аэропорт. А, получается, только на соревнованиях приехали и уехали, особо не гуляли, да? Ну, как вот, прошелся, пиво выпили, все, по сути. А к родственникам в Эстонию ты не ездил? Кому они к нам ездят. Да. Тем более, сейчас визу вроде как-то, если ты гражданин России, не получишь. А еще против нас Литва, кстати, станции вела. Весь экспорт, импорт, точнее, вот, всякие вещи, там, машины перевозить нельзя. Что еще, ездить сейчас нельзя, визу сейчас хрен получишь, как мне говорят. Я, да, слышала, что для россиян тяжело получить шенгенскую визу. Чего там еще? Также продукты, а, на прямой рейс запрещен на самолете. Вот так вот. Ну, хотя дальноборщики наши, вот. Вот, у меня друг есть, у него дедушка в Калининграде живет, он все равно через ГТВ ездит. Без визы там, без ничего. Там такая фигня, типа, не менее четырех суток, там, или пяти, просто проехать. Типа, не гулять, не жить, а просто ехать. Вот так вот. В принципе, так можно. А как вообще в России сейчас жизнь? Ничего не изменилось вообще, я тебе серьезно, санкций нет. Вот, у меня батя вот скоро Мэрин покупает 24-го года немца. Через Киргизию просто, не напрямую в Россию, а вот сначала в Киргизию. Да, таможня, ну, таможня вот, к сожалению, если вот много литров, там, большой объем двигателя, дорого будет. А вот если мало лошадиных сил, такая стреленькая, то, в принципе, нормально. А я, знаешь, информацию слышала, что вот за эти последние два года в России каждая четвертая машина, вот по городу, по российским городам уже китайская ездит. Так это, нет? Не каждая четвертая, их очень много, правда. А, много, да, уже китайских стало? Да, и, кстати, они неплохие. Я всю жизнь хотел Камри, японскую. А сейчас хочу Черри Ариза, китайскую. Это китайская какая-то, да? Китайская, да. Они научились делать, правда. Сколько они стоят, вот эти китайские машины, дорогие? В два с половиной раза дешевле, чем эти Мерсы, Тойота. Они очень дешевые. А с самого Китая брать и перевозить в Россию, то очень дешево вообще. В два раза дешевле будет полтора. А с Китаем, чтобы в Россию перевезти, там тоже растаможка нужна? Да. Даже через Казахстан нужно. Ясно. Так, с Беларусью, не знаю. Беларусь такая страна, она по внутреннему паспорту пускает нас. Но, скорее всего, тоже нужно. Вроде как независимая страна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из России? Да. С какого города вы? Северодвинск. Ясно. Я из Литвы. Из Литвы это очень хорошо. Почему? Потому что это из Литвы. Это Евросоюз. Вы знаете такую страну? Я знаю и страну такую, и столицу вашей страны, Вильнюс. Я очень хорошо знаю. Откуда вы знаете? Мы еще к вам туда ездили за Масовский Спартак, когда с Жальгересом играл. Вы имеете в виду Советские годы? Да, еще Советские годы. И какие у вас были впечатления о стране? Фекарная страна. Просто великолепная. То есть там замечательно, красиво. То есть просто все великолепно. Страна великолепная. То есть столько положительных впечатлений. Ясно. Так что тут даже все хорошо. Ну мы когда еще, то есть нормальные отношения были, когда вы ездили на поезде, с вашими там болельщиками, там это, как сказать, немножко отмечали обеду. Так что... Ну это было давно. Сейчас уже к вам не съездишь, так просто. Просто не пустят. Ну, Литва это Европа, и для граждан России шенгенские визы нужны, для того, чтобы в Литву, там, либо в другую европейскую страну. Шенгенскую визу нам просто не светилась шенгенская виза. Да, вам не дают сейчас. Абсолютно. Нам в лучшую рейдань давали. Я когда попытался это, как называется, получить французскую визу, меня почему-то, то есть без объяснения причин, завернули. Это недавно было? Ну это было недавно, это, ну, относительно давно. С тех пор мы как бы по безвизовым странам тут ездим. А куда вам можно по безвизовым поехать из России? Сейчас никуда. Сейчас уже никуда. Только по России, да? Сейчас у нас только Турция, в Турцию можно поехать. Либо в египет. Все. Прошли те времена, когда уже русских любили где-то. Прошли. Здравствуйте. Привет. Вы из России? Да, из Российской Федерации, все верно. Я вообще сама родилась не здесь, я приехала, пять лет живу в Литве. С Украины? Нет, с Казахстана. Последние годы перед Литвой вот я в России жила. Здесь чище, продукты качественней, намного вкуснее. Это естественно, это естественно. Люди доброжелательнее такие, знаете. Да, 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 это точно, это прям вот все. Потому что не скажете, все прям вот, все прям в дырдочку прям, прям. Во, Тушка. Еще что лучше, еще что лучше? Да все лучше. Все лучше. Все лучше. Наши трава зеленее, да? И трава, да, обязательно. И прасы ходят, да? Классно, да? Ну, знаете, мне все равно, кто там что ходит. Я в личную жизнь других людей не влазью, мне не важно. Естественно, естественно. А вы пиваете что-то у вас в маке? Да, 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 вот-вот. Из Литвы напиток. Такое конченое дерьмо, которое до сих пор к нам приходит. И до сих пор нам продают. Прикиньте? Что вы такой негативный какой-то? Я наоборот позитивный. С таким негативным. Я с вами заплатился, я говорю, все верно, все прям в дырдочку сказали. Да. Ну, слушайте, все скоро пройдет. Почему? Скоро весна пройдет, у вас шизофрения спадет. Вам будет легче, не переживайте, все будет хорошо. А у вас когда пройдет шизофрения? Отдыхайте, все, я побежал.